Ну и напоследок, ребят, давайте, любящих Родину, мальчуганов. Юные единороссы не хотят признаваться, что они единороссы. Елена Кац, волонтерский штаб. Ребят, вы реально за Единую Россию? Это не Единая Россия. Елена Кац, это Единая Россия. Вот сколько этот паренек будет раз врать, загибайте пальцы. У нее есть некоторое подразделение. У нас немного другие. Какое подразделение? Есть Единая Россия и ее кандидаты. Это Единая Россия. И Елена Кац, она от Единой России. Ну Елена Кац, это же Единая Россия. Каждому свое. Ну то есть вы поддерживаете Единую Россию? Что? Ты сказал каждому свое? Я не ослышался? Как они любят подобные лозунги. Впрочем, когда их начинают применять к ним самим, почему-то теряются, хотят уехать из страны. Мы просто волонтеры. Волонтеры Единой России? Да, можно и так сказать. Но вас ничего не смущает в этом? Нет, ничего. Окей, а... Как же ничего не смущает, когда этот уже повернулся спиной и не намерен показывать лица? То есть вы бесплатно этим занимаетесь? Да. Или вы студенты, которые, как это, это как практика засчитывается? Нет, мы просто помогаем бесплатно. Бесплатно работаем. Кто должен в это поверить, что он либо бесплатно, либо без зачета в практике, либо без каких-то потом преференций в молодежном правительстве этим занимается? А почему вы чувствуете, что это какая-то общественно полезная, может быть, работа или что? Ну, то есть волонтеры обычно там детским домам помогают. Елена Кац, это, ну... В путинской России слово «волонтер» абсолютно меняет свое значение, ребята. У нас волонтеры за деньги поддерживают Путина. Вот что такое волонтеры в путинской России. Например, хороший врач, который станет депутатом. То есть врачом она уже работать не сможет. Видимо, устала от нищеты и решила пойти в политику. Вот в чем логика? Ну, возможно, у нее есть кто-то на замену себя. Возможно, ты? То есть депутатская работа – это вот прям такая необходимость для нее. Она выдвинула какую-то программу интересную. Она считает, что это чуть-чуть важнее. Ну вот конкретно, чем она вас заинтересовала? Кстати, ребят, отрываясь от замечательного диалога автора канала с ребятами, вы помните, что таксист рассказывал недавно? Как просто тусуются у домов по полтора часа вот эти волонтеры Единой России с меткой о геолокации, и потом уходят, якобы проведя агитацию. 20 тысяч рублей за два дня получают. Но это Москва, неизвестно, сколько тут. Стратите личное время, не получайте за это денег, раз вы волонтеры. В чем фишка-то? Вам это зачем? Как вы для себя это объясняете? Вас родители спрашивают, что ты летом не отдыхаешь, что ты вот этим занимаешься? Ну, например. Родители такого не спрашивают, они поддерживают интерес ребёнка. Я думаю, что ты нагло врёшь сейчас, особенно вот по твоим движениям тела. Ну, просто всё говорит о том, что ты врёшь, пытаешься на понт взять собеседника. Как вы этим занимаешься? Ну, например. Родители такого не спрашивают, они поддерживают интерес ребёнка. Угу, поддерживают они твои интересы. А вы ребёнок? Сколько вам лет, если не секрет? Мне 17 лет. Вам 17 лет вовлечения несовершеннолетних в передвыборную агитацию. 17 лет, то есть вы несовершеннолетний? Да, я несовершеннолетний, но у меня есть разрешение от родителей. Не-не, без проблем. Разрешение от родителей. Они прямо написали, благословляю тебя раздавать листовки. Или стоять по полтора часа у домов с другом и рыться в телефонах. Без проблем, всё нормально. А всё-таки, почему не детский дом? Почему там не какое-то другое место, где людям реально нужна помощь? Там бездомным помогают, церквям помогают. Почему? Вот так пал мой выбор. Пал мой выбор. Ну вот не дают в детских домах 20 тысяч рублей за два дня, или сколько там они получили. А тут дают. Вот и пал твой выбор. Как так? Ну, чем-то же вы руководствовались. Особо ничем. Вот это я понимаю у тебя в выбор. Особо ничем не руководствовался. Потому-то ты и поддерживаешь Единую Россию, что ничем не руководствуешься. Не думаешь головой. То есть люди, любой, кто посмотрит этот ролик, он подумает, что вы просто б***ли, и вам реально всё-таки платят деньги. Если у вас нет никакого логичного объяснения. Это сугубо человеческое мнение. Они пускай думают, что я работаю для чего-то и для кого-то. Знаешь, как научился, а, уже у политиков своих кумиров говорить, пусть думают, что хотят. А это потому, что разговаривать с ними нет никакого смысла. Пытаться взывать к их совести. Это этап уже давно пройденный. И не только для матерых депутатов, которых я показывал во вчерашнем вечернем видео, но и для вот этих волонтеров, в кавычках. Я работаю сам для себя. Мне вот хочется помогать. И всё. А что вы делаете? А где видеокамера? Установление видеокамеры в Ивановском лесопарке. А, в Ивановском лесопарке. Ещё помогают комфлагерь учредить в городе. Красавчики. Понятно, понятно. А вы стесняетесь на камеру... Да, он стихия не стесняет. У вас нет права. Нет, просто у него нет маски, а у тебя есть. Поделишься с товарищем? Давайте снимать. Где разрешение? В соответствии с законами Российской Федерации съёмка может вестись, особенно если человек в фирменной футболке, которая специально выражает определённую позицию. Но вы зачем подошли ко мне? Я хочу узнать, как молодые ребята... Как молодые ребята подписались под Единую Россию. Ещё и волонтёрами. Нам за это платят деньги. Вам платят? Он говорит, нам за это платят деньги. То есть вот этот врал. Весь предыдущий диалог, все три с лишним минуты. Деньги? Да, нам за это платят деньги. А чё ж ты втирал, дорогой друг, что... Я работаю за бесплатно. А, ты за бесплатно? Ну, Единая Россия не смущает. Там пенсионная реформа, ограничения. Ну, то есть вы сейчас пойдёте отучитесь. Сейчас немного экономики и перспектив для этих ребят молодых. Попытается устроиться на работу. А рабочее место занято тем человеком, который должен был уйти на пенсию. Ну, вот, через три-четыре года, через пять лет ты попытаешься устроиться. Я буду на другую работу. На какую другую ты устроишься работу? Интересно. Как будто у нас в стране куча вариантов трудоустройства. И все, как один, высококвалифицированные, с соблюдением правил техники безопасности, хорошо оплачиваемые. Если не попадёшь на одну работу, ты сможешь устроиться на другую. Не обязательно. Хороший мой, но не только от выборов до выборов получают люди деньги. Выборы-то и редко проходить стали уже. Раз в пять лет в Госдуму. Раз в шесть лет президентские. Поэтому не получится подхалтурить в ближайшее время. Избыток рабочей силы по закону спроса и предложения это однозначно удешевление рабочей силы. По-любому зарплата будет ниже. Ну, то есть Единая Россия вас не смущает. А остальное не важно. Главное, чтобы хватало на жизнь, он говорит. А остальное не важно. А родители, которые одобряют твой выбор, для тебя вообще как-то играют роль? Понадобятся деньги на лекарства, на лечение. А у тебя, видите ли, хватает на жизнь. Вот сколько тебе нужно на жизнь? 35-40 тысяч. 35-40 тысяч. А семью создавать? Семью я буду создавать, когда обеспечу себя лично. А как же ты хочешь себя обеспечить? Чем таким важным и необходимым? Я буду уверен в том, что я смогу их обеспечить. А чтобы обеспечить, сколько нужно денег вот на семью? Видимо, он имеет в виду, когда он сядет, наконец-то, в депутатское кресло. Да вот только желающих на это депутатское кресло пруд пруде. И пока ты тут стоишь у скамейки, люди вытворяют гораздо более интересные штуки в борьбе за власть. Не забывай про это. Конкуренция. От того, какая семья. Многодетная семья. Многодетная семья. Но это же выяснится уже потом, уже по факту. Прошу вас. Выяснится, да, потом уже, многодетная у тебя семья или нет, уже изображает, что звонит телефон. В общем, на этом диалог замечательно и закончен. Спасибо огромное за этот материал. Ссылка на полную версию в описании. Перейдите, жмакните лайк, поблагодарите автора. Я от души смеялся, когда смотрел первый раз. Второй раз уже, конечно, спорные ощущения от просмотра. Большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, клацайте на колокольчик. И покажите это видео знакомым, близким и тем, кто думает, что есть хоть минимальный смысл участвовать в этом лохотроне в путинской России. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!